Среди достижений года уменьшение в 6 раз безработицы, полное завершение запланированного дорожного ремонта, рост бюджета города на 12%. Настоящим авангардом развития Барнаула, по словам мэра, стала строительная сфера. Достигнут рекордный объем введенного жилья – более 680 тысяч квадратных метров. Каждый час на протяжении года появлялась новая квартира. Барнаул уверенно входит в стройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, а Барнаульский компанию – сотню лучших застройщиков России. Благодаря строителям мы не приросли долгостроями. Социальные объекты строились, несмотря даже на постоянное удорожание материалов. Как итог, плюс 4 новых детских сада на более чем тысячу мест. Не стоит на месте и транспортная сфера. Вячеслав Франк пояснил, подорожание проезда в декабре было мерой вынужденной. Благодаря ей удалось обновить более 60 автобусов. Однако проблема решена не в полной мере. По словам городоначальника, не удается пока полностью решить вопрос с расселением аварийных домов, убылью населения и спадом рождаемости. Но при этом глава города не говорит и депутаты о том, что что же делать, мы все равно не решим. А мы ставим следующую задачу – искать программы, взаимодействовать с высшими уровнями парламента, добиваться вступления в федеральные какие-то проекты для того, чтобы решать. Депутат Госдумы Данил Бессарабов в свою очередь дал высокую оценку работе мэра и призвал депутатов объединиться, чтобы решить насущные проблемы. Город должен стать той площадкой, тем мобилизационным штабом, чтобы решать вопросы импортозамещения, поддержки гаража. И только это позволит нам в эти непростые времена выстоять Вячеслав Генрихович и его команда, которую надо признать, одна из самых эффективных, я так скажу, управленческих команд в нашем крае. Отчет мэра поддержало большинство депутатов Гордумы. Ни один не проголосовал против. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.